Всем привет! Сегодня я хочу с вами поговорить на довольно серьезную, как мне кажется, тему, а именно самопичевание во время приема еды. И если вы следите за моим каналом, то наверняка знаете, что где-то приблизительно с конца сентября прошлого года я начала работать с диетологом для того, чтобы похудеть, для того, чтобы изменить какие-то свои привычки в питании, начать правильно питаться. И вот прошло уже сколько, где-то полгода, и у меня сложился уже, естественно, сформировался какой-то опыт, сформировалось какое-то мнение, тем более, что я успешно похудела, по-моему, на 7 килограмм, если я не ошибаюсь. И я частенько в последнее время сижу на каких-то форумах, в инстаграме, там всякие такие вдохновляющие странички для тех, кто худеет, для тех, кто следит за собой, разные рецептики и так далее, и тому подобное. И очень часто я попадаю на комментарии, которые меня просто в шок вергают, потому что это комментарии в стиле, они все приблизительно одинаковые, я ни на кого сейчас не тыкаю пальцем конкретно, это просто общая такая характеристика такого рода мысли. И в чем заключается этот комментарий? Это что-то в стиле того, что, ой, вот мне уже там несколько дней снится какая-то булочка, и в очередной раз, проходя мимо ларька, я никак не смогла устоять. Да, не ругайте меня, я съела эту булочку проклятую, но вот сегодня я пошла в тренажерный зал, я на 40 минут больше занималась, я так пропотела, что я 100% вот сожгла все калории лишние, которые я съела, и я уверена, что она у меня нигде не отложилась, поэтому я с собой горда, моя совесть чиста, и все, в общем-то, отлично. Меня такие комментарии, если честно, просто в шок повергают, потому что я понимаю, что процесс похудения, это все-таки больше психологический момент, нежели просто сугубо физический. И я уверена, что такое отношение к еде абсолютно ненормальное. Вы можете со мной не согласиться, и здесь я призываю вас к беседе, для того, чтобы мы обсудили этот вопрос, но мне кажется, что во всех аспектах жизни нужно все-таки не терять адекватность. Я не люблю перегибы ни в одну сторону, ни в другую сторону. Но что касается конкретно питания, то понятное дело, что нельзя, извините, жрать все подряд, да, это понятное дело, что будет и откладываться где-то там лишних сантиметров, да и в целом вредить нашему здоровью. Но мне кажется, что и настолько сильно себе все запрещать, особенно какие-то там определенные продукты считать вообще просто сущим злом, и настолько сильно себя загонять в какой-то, я не знаю, в какой-то стресс из-за этого, мне кажется, что это тоже ненормально. Никто из нас не идеален, как бы мы не хотели стремиться к идеалу, никто из нас не идеален. И если загонять себя в какие-то жесткие рамки, то мне кажется, что у каждого просто есть свой лимит, когда он может в этих рамках находиться и потом сорваться. У кого-то это будет 3 дня, у кого-то это будет 3 года, у кого-то это будет 30 лет. У каждого этот лимит свой, но мне кажется, что если вот с железной такой хваткой себя держать, ну не сможешь ты просто психологически всю жизнь нормально, адекватно в этих рамках быть. Мы все хотим когда-то съесть какую-то вкусняшку, у каждого эта вкусняшка своя. Я, например, не представляю, как я буду жить без сладкого. Кто-то сладкое не любит, кто-то любит солененькое, или кто-то любит копченое что-то. Ну, в общем-то, у каждого своя какая-то вкусняшка. И мне кажется, что нужно к любой еде относиться нормально. Если вы находитесь в процессе похудения, вы в любом случае знаете, какой дорогой вы идете, вы осмысленно ею идете. И если это не просто какая-то блажь там по типу похудеть к лету, чтобы красиво купальник смотрелся, пощеголять там красивой задницей перед подружками, парнем, или просто непонятно ради чего, а потом опять все запустить и только вот сугубо 3 месяца в году выглядеть красиво. То есть если это не какая-то блажь там на время, да, то есть вы реально хотите и задались целью, чтобы хорошо выглядеть, то мне кажется, вы все равно определяете какой-то общий путь, да, вы понимаете, что вот это вот, это хорошо для меня. И если вы там, например, 5 дней или 6 дней в неделю придерживаетесь этого курса, а потом на 7 день вот захотелось вот резко чего-то, даже вот что не входит в эти рамки, если вы это съедите, ничего страшного не произойдет. Не знаю, мне кажется, я Америку здесь не открываю, но в то же время из-за того, что я настолько часто это вижу, мне все-таки хотелось об этом поговорить. Я за время, вот за эти полгода, ну очень много себе позволяла. И Макдональдс я ела, и пиццы, и всякие разные сладости. И если я это уже ем, если я понимаю, что мне этого хочется, у меня потом не начинается нервный психоз, меня не начинает вот так вот трусить, и я не начинаю думать, что все, после этого мне надо месяц вообще сидеть на каше на воде. И в то же время я вижу результат, я вижу, что я не поправляюсь. То есть я уже давно не сижу на такой жесткой диете, то есть первые три месяца я сидела, конечно, на более жесткой диете такой. Сейчас же, в принципе, я вообще не заморачиваюсь особенно. Я знаю просто свой курс, я знаю, что идет мне на пользу. И мне кажется, что похудение ради красивой внешности – это неправильная цель. Правильная цель – это внутреннее хорошее состояние, это хорошее состояние здоровья и хорошее состояние психологическое тоже. Когда вы смотрите в зеркало, вам нравится, что вы видите, вы видите результаты, вы видите, что то, что вы делаете, идет вам на пользу. И вот этот психологический момент, когда даже я видела такие вот моменты, когда даже девушки, я не знаю, весили 90 кг, а потом они весили 80, что, в принципе, тоже много и тоже лишний вес у них есть. Но даже вот эта разница в 10 кг уже настолько сильно поднимает самооценку. И уже даже на этом этапе, когда есть еще к чему стремиться, совсем другое отношение к себе. И, естественно, это благоприятно сказывается на самочувствии моральном и просто на том, как вы выглядите. И опять-таки, что касается веса, то я вам просто зуб даю, что сейчас кто-то на меня смотрит и думает, блин, будешь ты меня учить, тебе еще худеть и худеть, там еще килограмм 20 можно сбросить, пока у тебя не будет идеальная фигура. И в то же время меня 100% сейчас смотрит и думает, что у меня идеальная фигура и дай бог бы вот такую вот фигуру каждому. Вот я вам просто зуб даю, я знаю, что мнение настолько сильно кардинально различается и понятие красоты очень субъективно. И если подытожить все вышесказанное, то мне хотелось бы дать такой небольшой совет тем, кто находится сейчас в процессе похудения, что не изводите себя, все получится. И если вы набирали вес на протяжении, я не знаю, 10 лет, не ждите, что вы завтра станете красоткой. Даже если вы будете во всем себя ограничивать, этого не произойдет за ночь, за месяц, за два месяца. Дайте своему организму избавиться от веса так же постепенно, как вы его набирали. Если вы потратили 10 лет на то, чтобы набрать его, ну дайте себе хотя бы, я не знаю, год для того, чтобы полностью его сбросить. Не нужно пытаться сбросить вес в апреле, чтобы успеть к пляжному сезону, все равно вы либо не успеете. И каждый раз, когда у вас не получается тоже, достаточно сложно потом начать весь этот процесс заново. Потому что когда уже не получается, ты уже имеешь этот негативный опыт, и тебе сложнее себя заставить, потому что подсознательно ты думаешь, нет, у меня не получится так же, как и не получилось в прошлый раз. Поэтому, не знаю, старайтесь все-таки не терять эту адекватность, какую-то золотую середину между тем, что можно и что нельзя. Не загоняйте себя в какие-то жесткие рамки, потому что это не нужно. Вам в первую очередь нужно похудеть не для того, чтобы выглядеть красиво, а для того, чтобы чувствовать себя хорошо, для того, чтобы у вас было много энергии, для того, чтобы вы по части здоровья себя хорошо ощущали, чувствовали себя ежедневно. Наша красота в первую очередь идет изнутри, и когда в психологическом плане все с человеком нормально, это видно, и такие люди просто заражают позитивом, и сразу у нас к ним формируется какое-то позитивное мнение. На этом, наверное, я буду заканчивать это видео. Не знаю, получилось ли мне донести до вас свои мысли. Мне очень хочется призвать вас к диалогу, услышать, что вы думаете по этому поводу, какой путь у вас, может быть, был, и чего вы придерживаетесь. Мне очень интересно узнать ваше мнение, поэтому пишите его в комментариях. Давайте дальше это все обсудим, а на этом буду с вами прощаться. До встречи в новых видео. Пока! Сегодня я хочу поделиться с вами своими фаворитами последних месяцев. Это, наверное, будут фавориты зимы, может быть, даже осени. Очень много всего интересного я для вас приготовила. Будет немножко косметики и также достаточно много рандомных вещей, но в то же время это настолько большие фавориты, что мне обязательно хотелось об этом поговорить с вами. Поделиться с вами опытом, как мне нравится эта стрижка, как я ее укладываю, как я решилась на то, чтобы постричься и так далее и тому подобное. Поэтому продолжайте смотреть, особенно если вы тоже хотите себе сделать короткую стрижку, но никак не решаетесь.